По сравнению с 2022 в этом году отмечается снижение случаев пожаров в области, но жертв, к сожалению, стало больше. В этом году при возгораниях жилых и других объектов погибло 11 человек, а материальный ущерб от пожаров составил 278 миллионов тенге. На первом месте по числу пожаров идут жилые дома, где бывает неисправная электропроводка или газовые приборы. Специалисты Департамента ПЧС сегодня особо отметили статистику по объектам бизнеса. В этом году 16 пожаров произошло в торговых точках, 9 случаев на производстве и 2 случая в складских помещениях. В сравнении с прошлым годом, это произошло снижение на 6%. В прошлом году у нас регистрировалось 481 пожар на текущий момент. Однако стоит отметить, что количество на сегодняшний день жертв, к сожалению, увеличилось на 50%, достигнув 9 человек. В прошлом году это было 6 человек. Также количество пострадавших увеличилось на 25%. Материальный ущерб, тем не менее, от пожаров снизился в текущем году на 26%, составив 278 миллионов тенге. Наибольшее количество пожаров происходит традиционно в жилом секторе. Это у нас 248 пожаров, а практически 60% от общего количества пожаров. Пожароопасными объектами являются и автозаправочные станции. Если раньше заправки ассоциировались только с бензоколонкой, то сейчас это целые комплексы, в которых есть цистерны со взрывоопасным сжиженным газом и другими ГСМ и магазины и кафе. Кроме того, должны быть исправны все инженерные системы, и в первую очередь это электрооборудование, потому что более 70 пожаров происходит по причине неисправности, либо нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Очень важным всегда был человеческий фактор. Здесь тоже на человеческий фактор надо обращать внимание, потому что незнание сотрудниками или жильцами требований пожарной безопасности зачастую приводит к тому, что нормально отреагировать на пожар они не могут. То есть вызвать пожар, даже элементарно знать номер пожарной противопожарной службы, нужно это обучать сотрудников. В зданиях запрещено делать перепланировку, если при этом исчезают условия для эвакуации людей. Еще одно требование – это удобный проезд пожарной техники к зданию или дому и обязательное наличие первичных средств для ликвидации огня. В организациях также должен проводиться инструктаж сотрудников.